В Курчатовском районе сбили двух школьников. Наезд произошел во дворе дома в микрорайоне Парковый. В момент аварии сняла камера наблюдения. Все подробности в репортаже нашего корреспондента. Двор дома 39 по улице Бейвеля. Вот мальчишки выезжают на велосипедах из-за угла. Машина затормозить не успела и сбила детей. Под колеса иномарки попали мальчики 7 и 8 лет. К ним на помощь сбежались очевидцы. По предварительным данным за рулем иномарки был 31-летний водитель. В результате аварии школьников госпитализировали. На данный момент у детей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибы. В Златоусте женщина, чтобы избежать лобового столкновения, улетела в кювет. Виновник аварии скрылся. Вот кадры с видеорегистратора. При повороте на встречной полосе неожиданно появляется машина. Встречное авто, видимо, шло на обгон фуры и не успело вернуться в свою полосу. Автоледи ушла от удара, но врезалась в световое табло заправки. Сейчас женщина ищет свидетелей аварии. В Миасе в ДТП попали «Шкода Йети» и «Газель». По данным ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с газом. Травмы получили пять человек. Оба водителя и три пассажира грузовика. Всех госпитализировали. Смертельная авария на трассе Москва-Челябинск. «Митсубиси» выехала на встречку и столкнулась с «Фордом». Водитель «Митсубиси» погиб на месте. По словам пассажиров, он специально в них въехал. Так это или нет, сейчас выясняют полицейские. В Миасе очевидцы засняли на видео странный участок дороги. Из-за лежачего полицейского машины портят кузов. В Магнитогорске машина вылетела на трамвайные пути после ДТП. На камере наблюдения видно – один водитель не пропустил другого на перекрестке. От удара отечественные автомобили прокинулся на бок и перегородил движение трамваев. На трассе Челябинск-Новосибирск при лобовом столкновении «Ниссан Экстрейла» и «Джили» погибла маленькая девочка. За рулем первой иномарки была 53-летняя женщина. Она, по предварительным данным, пыталась обогнать большой груз, но не убедилась в безопасности маневра. В машине «Автоледи» ехала 4-летняя девочка. Различные травмы получили 6 человек – водитель и две пассажирки «Ниссана», а также 49-летний водитель и две пассажирки автомобиля «Джили», одной из которых 15 лет. В Сосновском районе водитель уснул за рулем и устроил аварию. За рулем второй машины была женщина. По ее словам, в нее въехал таксист. Как дама написала на своей странице в соцсети, мужчина якобы работал всю неделю без выходных, поэтому мог уснуть за рулем. Тяжелых травм никто не получил. Недалеко от озера Косарги дорогу не поделили две машины. Судя по видео, автомобили получили серьезные повреждения. На трассе Екатеринбург-Челябинск в ДТП погиб пенсионер. После аварии его зажало в кабине. Обе передние двери вырывали очевидцы. Пошелого мужчину пытались спасти, но травмы оказались смертельными. Точные обстоятельства аварии устанавливаются. На трассе М-5 не разъехались лесовоз и фура. В итоге притерлись так, что водитель одного грузовика потерял бревна. Словно из фильма «Пункт назначения» они высыпались прямо на проезжую часть. Благо водители легковушек успели затормозить. Пострадавших нет. А это видео с камеры уличного наблюдения в Магнитогорске. Больший груз зацепил трамвайные провода и оборвал их. Машина везла крупногабаритные бетонные кольца. В итоге шофер не рассчитал их высоту. После обрыва провода заискрились, а одно из колец упало прямо на проезжую часть.